Что такое пищевая ценность или калорийность продукта, знают, пожалуй, все худеющие, но есть еще один показатель, который нужно обязательно учитывать, ставя себе цель сбросить вес. Это гликемический индекс. Калорийность и гликемический индекс никак не связаны. Зачастую продукт может иметь мало калорий, но довольно высокий гликемический индекс, как, к примеру, некоторые фрукты. И этот момент надо обязательно учитывать при составлении рациона для похудения. Что такое гликемический индекс? Гликемический индекс продуктов – это единица скорости повышения сахара в крови после употребления углеводосодержащих продуктов. Вспомним, что углеводы условно делятся на две группы – простые и быстрые. Дисахариды, моносахариды. И сложные, медленные, полисахариды. Сложные углеводы, попадая в организм, сперва расщепляются на моносахариды, а те, в свою очередь, на глюкозу. Это достаточно медленный процесс. Отсюда и название углеводов. Но хорош он тем, что продукты расщепления долго усваиваются от нашим организма. Взамен мы получаем длительное чувство сытости, отсутствие скачков сахара в крови и равномерное снабжение организма энергии для жизнедеятельности. Продукты, содержащие сложные углеводы, как правило, имеют низкий или средний гликемический индекс. Это чечевица, фасоль, соя, кабачки, макаронные изделия из цельнозерновой муки и так далее. Простые углеводы имеют высокий гликемический индекс. Они расщепляются до глюкозы быстро, что вызывает резкий скачок сахара, а вместе с этим повышение работоспособности и выброс серотонина. Помните, прилив сил после шоколадного батончика с орехами и карамелью. Вот почему на быстрые углеводы так легко подсесть, особенно когда настроение на нуле. Однако, если глюкозы слишком много и в данный момент энергия от нее поступления не расходуется, излишек глюкозы откладывается про запас в виде жира. Таким образом, продукты, содержащие быстрые углеводы при их неконтролируемом употреблении, способны привести к значительному увеличению массы тела, нарушению обменных процессов и негативно отразиться на общем уровне сахара в крови. Спутником быстрых углеводов также является постоянное чувство голода. Так организм требует новой порции. Легкоусвояемого топлива. Понятие гликемический индекс было введено в 1981 году Дэвидом Дженкинсом. Он проводил в Университете Торонто, Канады, исследования на тему наиболее подходящего для диабетиков питания. Испытуемым предлагалось отведать сперва 50 грамм чистой глюкозы в порошке, а затем другие продукты, после чего измерялся уровень сахара в крови. На основании полученных данных строились специальные графики и продукты были распределены по их гликемическому индексу. Гликемический индекс величина непостоянная. На его увеличение влияет несколько факторов. Добавление в продукты сахара и ароматизаторов увеличивает гликемический индекс. Термическая обработка продуктов также повышает гликемический индекс. Так, гликемический индекс сырой моркови 35, а вареный 85. Механическая обработка, например, измельчение продуктов также увеличивает гликемический индекс. Гликемический индекс овсянки быстрого приготовления выше, чем гликемический индекс грубых овсяных хлопьев, требующих более долгой варки. Как строить свой рацион для похудения с учетом гликемического индекса? Чтобы сохранить существующий вес или похудеть, нужно не только следить за калорийностью, но и учитывать гликемический индекс. В рационе следует совмещать белковую пищу и продукты со средним и низким гликемическим индексом. Дело в том, что расщепление углеводов замедляется при одновременном употреблении углеводистых продуктов и белковых, а также при добавлении в пищу клетчатки. Обращайте внимание на способ приготовления еды. Делайте выбор в пользу свежих, а не консервированных овощей и фруктов. Если вы любите каши на завтрак, то готовьте их из крупы, а не из хлопьев. Способствуют снижению гликемического индекса готовых блюд кислые продукты, лимонный сок, уксус, специи. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok